Свобода в клубах. Проект Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Путин. Стиль и образы. Как менялся медийный образ Владимира Путина за 20 лет его власти. В клубе «Перелетный кабак» Алексей Зыгмант. Религиовед. Историк религии. Олег Степанов. Социальный антрополог. Координатор штаба Алексея Навального. В записи Марат Гельман. Галерист и политтехнолог. Критик Алена Солнцева. Варвара Фаер. Режиссер и актриса театра ДОК. Постановщик пьесы Берлус Путин. Ведет программу Елена Фанайлова. О вашем поколении, друзья мои, принято говорить, что вот это люди, которые выросли при Путине. И другого политического лидера они помнят, не знают и так далее. Вот каково это, Олег? Скажите, вырасти при Путине. Это хороший вопрос. Что значит вырасти? Получать какую-то информацию, находиться под каким-то воздействием. Если ставить вопрос именно так, то мы выросли как раз без Путина. И может быть вы меня опровергните. Вы может быть знаете, какой смартфон у Владимира Путина? Какой марки? Нет. Насколько я знаю, он говорит, что он не пользуется смартфонами, он не пользуется интернетом. А наше поколение это люди, которые получают информацию в первую очередь из сети. Социальные сети различные, да, там я не знаю, YouTube, Twitter, что-то еще. То есть настолько, насколько он присутствует там, настолько мы и выросли, наверное, при нем. На мой взгляд, мы выросли при тех людях, которые, в общем-то, страдают от Владимира Путина, но не при Владимире Путине. Он живет немножко в другом медийном пространстве, в котором обитают, ну, люди, может быть, более преклонных лет. На нас, ну, до нас доносятся какие-то отголоски его медийного образа, но чаще всего они проходят сквозь призму каких-то, ну, я не знаю, там, политических акторов, информационных каких-то акторов, ну и прочее. То есть, грубо говоря, если говорить о том, что существует апологетика и критика Путина, то до вас доходят какие-то фотожабы или что, если вы, вот, поколение... Нет, ну, слушайте, я имею в виду, что тогда, когда мы росли, социализировались, по крайней мере, на мой взгляд, Владимир Путин не присутствовал в том пространстве, в том информационном пространстве, где мы обитали, потому что он, в общем-то, не был очень интересен. Любой авторитарный режим, а я считаю, нужен при авторитарном режиме, он все-таки, ну, не знаю, покоится, он находится в... он опирается на невключение масс в политику, в отличие от тоталитарного режима, который подразумевает массовую мобилизацию. И годы, вот, да, там, перехода, может быть, от детского возраста в подростковый, по крайней мере, у меня, прошли именно в времена, ну, такой, тучные нулевые, новая стабильность, когда не происходило решительным образом ничего, по крайней мере, в политике, что могло бы как-то сильно заинтересовать молодежь. Отдельные какие-то акции, отдельные действия, но никаких масштабных процессов, которые мы видим сейчас, их просто не было. Поэтому и Владимира Путина как какого-то значимого события в нашей жизни тоже не было. Мы выросли помимо него. Мне кажется, здесь очень важно все равно различать какие-то эти самые поколения, да, потому что, условно говоря, те, кто успел там 8-9-10 лет захватить при Ельцине тем, что было до этого, это все-таки немножко другое, да. А вот у вас есть какие-то воспоминания о Ельцинской эпохе? Вы оба 92-го года рождения, я правильно понимаю, да? Нет, дело совершенно не в эпохе, дело вот именно в этой какой-то цифровизации, да, как сказал Олег, что полностью вырос при Путине, условно так можно сказать, про человека там 2000-го года рождения. Вот, тот, которого всегда был смартфон. У меня смартфон появился года три назад, вот, в связи с тем, что я просто постирал свой прошлый телефон, стиральный на машине и все. И до этого вся информация, ну, конечно, она была в интернете, но дело же совершенно как бы не в этом, да, вот, и поэтому Путин в этом смысле, если в таком, не знаю, культурном, да, это же какая-то абсолютная функция, да, ну, то есть это структура, это машина, это не живой человек. Поэтому в нем абсолютно нет никаких харизматических черт, и невозможно себе представить его с какой-то, каким-то энтузиазмом, говорящим на публику, да, чтобы это было как-то серьезно, более-менее воспринятое. И в этом смысле это то же самое, что жить в эпоху бетона, да, в эпоху бетонной застройки, да, когда просто меняется какой-то принцип, не знаю, построение зданий и все такое прочее, но при этом не затрагивает. Я бы вообще просто возразил, мне кажется, что вот жизнь в эпоху бетона, это очень хороший образ, красивый, но мне кажется, это все было, ну, где-то года до 11-го, по крайней мере, в моей жизни. Сейчас все-таки есть ощущение, что что-то меняется, происходят какие-то процессы, которых вот в эту эпоху бетона ранее просто не происходило. Ну, это вот мое личное мироощущение. Дорогие друзья, вот я человек, работающий на разных платформах, и мне Путина многовато, признаться. Вот я хочу сказать, что количество его образов, самых разных, с которыми я сталкиваюсь, еще раз говорю, это и апологетика, и критика, мне вообще много. А вам как? Знаете, я тут скорее проведу, может быть, аналогию, когда мои родители рассказывают про 80-е, они говорят, что различные красные флаги или надписи КПСС в один момент перестали вызывать раздражение, они просто стали незаметны. Всем было понятно, что будущее не за этим, и это, наверное, то, что заставило меня в свое время начать заниматься политикой, и то, что я думаю про Владимира Путина, это отсутствие будущего у моей страны при нем. Он уходить не собирается, и это то, что мотивирует меня и большинство моих знакомых становиться активными, какими-то участниками политических, общественных процессов, потому что Путин равно отсутствию будущего. Это человек, который не может и не хочет предоставить какую-то картину стратегического развития нашей страны. А я бы вот еще сказала, что действительно непонятно, живой ли он человек или функция, и в этом смысле какая-то проекция русского духа, куда можно все, что угодно вложить. Вот представить, что он какой-нибудь жесткий руководитель, авторитарный, да, как вы сказали, да. А что он, кто он еще? Ну, не знаю, какой-то человек, который пытается выставить самостоятельную, отличную от американской политику, на чем, например, основана его популярность у европейских левых. Я с таким сталкивалась, да, что ты приезжаешь, и какие-то вполне вменяемые ребята левой мысли говорят, что да, он молодец, он там вообще против американцев и все такое. Так вот, живой человек или воображаемая? Безусловно, когда мы говорим о каких-то политиках такого большого масштаба, особенно о политиках старой какой-то генерации, да, старого поколения, они прячутся, безусловно, за некий медийный образ, становясь ненастоящими. Какой Путин на самом деле знают люди, которые с ним много общаются, это совершенно не тот медийный образ. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, есть медийный образ, есть, наверное, отдельная функция, то есть Путин как человек, который принимает большое количество решений, и Путин как живой человек, но какой он, мне, если честно, не очень даже интересно. И это, наверное, последняя вещь, которая повлияла на становление моего поколения, если мы говорим об этом, да, о каких-то вещах, которые оставил Путин, да, там, у моего поколения. Ну, нет, я не думаю, что его какие-то личные черты повлияли. Его медийный образ, да, возможно, отчасти, но только в том масштабе, в каком его, не знаю, его пропаганда добивала до нас. Судя вот по тому, как он входил во власть, что он предлагал в документальных фильмах, что он говорил о себе в интервью, что он предлагает для западных СМИ, ему меньше всего бы хотелось, чтобы его чем-нибудь ассоциировали, его самого, как человека, потому что он понимает себя как функцию, как должность. В этой должности есть определенные черты, которые он транслирует окружающему миру, он их навязывает. Эти черты, там, твердый, жесткий, авторитарный, главный и так далее, но это не имеет отношения к человеческим чертам. Это функция лидера во власти. И вот мне кажется, что помимо того, что Путина невозможно сыграть в кино, там, да, мы два фильма, но «Каникулы президента» и вот этот самый ранний фильм «Поцелуй недопрессы», там как бы нет Путина, можем только догадываться, что это якобы Путин. В «Каникулах президента», да, там вроде бы комедия, там Путин фигурирует, но при этом в «Карточном домике» есть персонаж, которого мы тоже ассоциируем с Путиным. Еще какие-то есть западные фильмы, в которых он был или там его вырезали, как из «Красного воробья», на всякий случай. Но говорить о том, что есть некий образ, официальный образ Путина или неофициальный, но художественный, скажем так, образ Путина, мне кажется, невозможно, потому что его не за что ухватить. Он ускользает. Он ускользает отовсюду, даже вот в анекдотах, я прочитала массу анекдотов про Путина, есть смешные, есть не смешные, есть пропутинские, есть антипутинские, но и в тех, и в других, и в третьих Путина нет как такового. Мы не знаем, какой он. Мы знаем, какой был там Ленин, да, и был какой он на самом деле, или какой он в неком массовом общественном сознании. Мы знаем, был дедушка Ленин, он был такой-то и такой-то, он любил детей, он говорил с пучняком, он с человеком с ружьем. У него была куча личных черт, а у Путина нет личных черт. Его путешествия с голым торсом не случайно его сажают там на этих картинках, на каких-нибудь логических, там, этих медведей из «Властелина колец», там, или еще каких-то чудовищ, на драконов, или его рисуют в образе вот этого горлома. Но это тоже не настоящая, это не попытка понять человека, личность, это попытка поиграть с ролью Путина в мировом контексте, или там, с ролью некого такого российского лидера, абсолютно закрытого, с набором качеств, относящихся к его роли, а не к его личности. Хотя, казалось бы, у нас в мире нет недоступных тем, есть непоцензурная пресса, есть какие-то романы, есть видео, есть шутки, анекдоты, все это существует, но Путина в них нет. Я стала вспоминать, каким он был в «Куклах», когда он только появлялся, как персонаж. Вот там, может быть, он не очень тоже ловит, но мне кажется, что когда он только появился, какая-то попытка его персонифицировать была. Говорили о том, что он, не знаю, привлекательный мужчина, или молодой, или деловой. Как-то его характеризовали. Но чем дольше он стоит во власти, тем меньше в его явленном миру лице каких-то конкретных черт. Владимир Владимирович, вы обещали нам светлое будущее? Ну, я художник, я так вижу. Образ Путина раннего, о котором Алена упоминает, о котором до определенного времени не очень-то транслировался, это образ Путина в свитерке, такой скромной малой свитерке, который у нас оказался запечатленным в документальных кадрах. Есть фильм Маскова, он полную версию своего о Путине в прошлом году опубликовал, и там есть картина, они с Ельцином в Барвихе, оба стоят в таких свитерках, растянутых, с таким довольно глуповатым видом, я бы сказала. И этот эпизод вызывает смех обычно у публики. Или картины в том же свитерке, он в своем, значит, предыдущем штабе, вот там, в ночь, когда его выбирают. И это совершенно, конечно, далекий от последнего гламурного Путина персонаж в этом, образ европейского совершенно бюрократа, который он сейчас демонстрирует. Не он автор своего. Первый образ, с которым мы встретились, автор наш дружок Глеб Павловский, это молодой. То есть он в оппозиции к Ельцину. Ельцин старый, этот молодой, Ельцин пьющий, этот трезвый. Ельцин много говорит, этот молчит, там все говорят, а он делает. То есть этот образ мы получили, такие, ну, клипы, в 99-й год, осень, значит, идут выборы в Думу, там все дебатируют, телевидение делает из всех политиков клоунов, а на фоне этого какой-то молодой, молчаливый, действует, там, летает, останавливает войны. Вот, и этот образ, собственно говоря, Путину понравился. В какое-то время эта маска к нему приросла, и здесь вот, если говорить о художниках, то надо говорить о проекте Дмитрия Врубеля, 12 разных Путинов, как бы такой календарь из Путина, который он сделал, где Путин подстает, там, каратистом, мудрецом, вот. И, собственно говоря, художники примеривались к нему так же, как Инди Орхелл примеривался, там, к звездам, да, как Мэрилин Монро, что вот, наконец, у нас есть такое известное во всем мире лицо, которое может стать брендом, маркой такой. Когда Путин ушел и уступил место Медведеву, то, значит, все обсуждали о том, какое место он займет, такой неформальный лидер. То есть, вроде бы, президент Медведев, но лидер неформальный он, значит. Ну, его сравнивали с Дэн Сиапином, то есть, тогда он стал председателем географического общества, председателем исторического общества, вот, и он уже начал, ну, то, что называется, бронзоветь. Здесь бы я выбрал портрет, культурный портрет Путина, ну, Рук Церетели. Третий художник, который начал рисовать портрет Путина, это были Пусси Раэд. Они рисовали портрет Путина от противного. Первые, они сказали, он старый, они молодые. Он мужчина, они девушки. Он богатый, они бедные. Он серый, они цветные. Он на троне в Кремле, они в тюрьме. То есть, фактически, они нарисовали портрет первыми, нарисовали портрет авторитарного вождя. Вот в 12-м году, буквально через несколько месяцев, они это сделали в марте, а в мае он стал вот этим авторитарным вождем. То есть, это был какой-то такой портрет, даже, можно сказать, предвосхищения. Основные такие эстетические битвы вокруг образа Путина были Сталин или Брежнев. С моей точки зрения, в образе его победил, конечно, Брежнев. Победил Брежнев, потому что он не обладает такой афористичностью, как у Сталина, а скорее такой юморист. Ну, вот, собственно говоря, следующий художник, который нарисовал его портрет. Этот художник живет в Украине, и он назвал его словом, которое, я не знаю, можно ли повторять в эфире. То есть, это не сказочный, а еще до этого, то, что пели, там, та-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, кто знает, тот знает, кто не знает, тот не знает, но это была обидная птичка. И фактически это означало, что плохой парень. И вот этот плохой парень, он достаточно сильно прилив к Путину, но менял какие-то окраски. То есть, иногда он кажется, например, героем фильма про Дона Корлеоне, итальянская мафия какая-то, да. То есть, вот он сидит вокруг него, там, справа кооператив «Озеро», слева, там, какие-то силовики. И вот он решает, значит, вот его доказывает, там, своим коллегам, что его надо уважать. Вот. Иногда он плохой парень, вот, который ведет какие-то войны, значит, типа Андропов. Мне кажется, Олег, это как-то корреспондирует с тем, что вы сказали, что вот этот бетонный основной путь нулевых годов, он все-таки куда-то девается на наших глазах, а возникает какой-то образ, с которым уже что-то надо делать. И это связано, видимо, с началом протестного движения 12-го года. Я правильно понимаю? Да, на мой взгляд, это, безусловно, так, потому что если для поколения, которое социализировалось в середине нулевых Путина, наверное, как какого-то значимого события, в принципе, не было, а вот где-то на границе 11-го года он появился, как человек, которого мы все не любим, которого нас обманул, и который, в общем-то, ну, не знаю, как там, обзывается, может быть, на нас, да, пытается нам что-то сделать с нами нехорошее. Да-да-да, он обзывался, обзывался, точно. И потом он, конечно, попытался превратиться в другого человека, да, там, если мы говорим о его образе, я, не знаю, может быть, это хотел быть человек, который провел Олимпиаду, человек, который, да, присоединил какую-то территорию, но в итоге, да, но в итоге-то он превратился в человека, который держится на власти ОМОНа, да, на насилии, то есть его попытка не вступать в коммуникацию с кем бы то ни было, это как раз, я думаю, связано с отсутствием в массовой культуре его образов, неучастие в дебатах, то есть даже если посмотрите любой новостной сюжет, он же там появляется как некая внешняя сила, а не как участник событий, он приходит, говорит, что хорошо, что плохо, кого наказать, и, в принципе, он поручение уже дал. Не вступать в коммуникацию, это нам напоминает вообще Ставрогина, о котором мы говорили накануне, да, обсуждая книгу Рене Жерара, про то, что как раз человек, который является медиатором для многих, то есть психически заразным для многих, можно так сказать, вот если он будет молчать, он будет таким идеальным зеркалом, куда можно проецировать все, что угодно. Тут вот как раз мне хотелось цепиться за этот речевой оборот, который Олег сказал, про то, что Путин – это человек, который, да, в том-то и дело, что, то, что Алена Солнцева говорила, да, и так далее, что про Путина нельзя сказать, что это человек, и он то-то, то-то и то-то, да, что про него можно только сказать, что это человек, который, и в этом смысле, если продолжить эту мысль, то это просто такой человек, которого очень трудно сделать персонажем, он исключительно противится символизации, вот, и здесь, или вообще, в принципе, к какому-то такому объемному описанию. Скорее, объемному описанию, да. Вот, и здесь, не знаю, как религиология, точность, да, и просто как человек, который работал в журналистике, и читает что-то, да, а можно привести кучу примеров этого, что, например, когда вы читаете какую-то, не знаю, современную и российскую не только аналитику, такую международную, да, то, что называется экспертный вот это все пандец и прочее, вы можете прочитать про личность, не знаю, Болсонару, про Трампа, про Макрона, что хочет Трамп, что хочет Макрон, когда закончится карьера Терезы Мэй, про Путина все выглядит так. Путин приехал туда, то какие интересы России? Вот, мгновенно происходит эта дискурсивная подмена на Россию, да, то есть, это такое предельное какое-то воплощение того, что Пьер Бурдиор называл мистериум магистериум, тайна представительства, да, когда внезапно один человек начинает представлять какое-то более абстрактное сообщество, причем абсолютно автоматически, вот, а что касается его вот этой символизации, превращение в персонажа, то в этом смысле, например, сейчас тоже очень часто им говорят, и, в общем, это есть как-то на повестке, вот это все он вам не царь, да, и то, что Путин там, это император, вот проблема-то как раз в том, что Путин не царь, не император, не получилось никак вообще, вот, и даже какие-то попытки, в общем, сделать из него благочестивый персонаж, либо какого-то религиозного такого, религиозный авторитет, они тоже куда-то, они возникают очень спорадически и уходят буквально никуда, вот, в начале 2000-х был такой этот самый случай, да, который до сих пор, в общем, иногда находится на слуху, на слуху про это новорелигиозное движение в Нижнем Новгороде Матушке Фатиньи, вы помните, да, когда, вот, эта женщина, Светлана Робертовна, она стала делать иконы Путина и так далее, и, в общем, как-то говорили, что это секта Путина поклонников и прочее, но мораль тут в чем, во-первых, что это никуда дальше не пошло, да, есть, по крайней мере, несколько общин в России, которые почитают Гитлера в качестве святого и рисуют иконы Гиммлера, вот, есть иконы Гитлера, есть иконы Гиммлера, вот, но есть всего одна община, которая поклоняется Путину, якобы, вот, это во-первых, во-вторых, когда речь идет о святом Гитлере, не возникает никакого сомнения, что это очень важно, да, что это духовный харизматический авторитет, когда немножко, вот, буквально, там, одну-две статьи почитаешь в интернете про иконы Путина, сразу становится ясно, что это относящаяся к вполне конкретному сроку, а именно к началу второго срока Путина, сексуальная фантазия одной женщины, которая является целевой аудиторией, вот, то есть, когда Путин... Ну, я тут вспомню же еще и разную поп-фольхлористику, когда такого, как Путин, хочет какая-то девушка, там, которая представляет ее идеалом, не пьет, не курит... Да. Его хочет женщина старше сорока, ради которой... Ее продюсер, давайте скажем честно, и это очень всегда считывается, что это хороший коммерческий продукт, направленный на определенную целевую аудиторию, чего хочет девушка, мне кажется, здесь абсолютно неважно, или так же, как неважно, чего хотят, может быть, какие-то другие исполнители, которые затрагивают образ Путина. Всегда такие медийные продукты появляются в определенное время, перед выборами, или, может быть, перед какой-то общественной кампанией, ну, я согласен... Но так он и появился после выборов, уже нечего было делить, но она появилась. Да, ну, это, я думаю, такой все-таки какой-то очень индивидуальный случай, он интересный, но он скорее про... Я поспорю с вами, Олег, я вспомнила, что два года назад какие-то девушки из какого-то московского вуза выпустили календарь, в котором они вот тоже все оклеились в любви к Путину, и в таких довольно фривольных вузах... Ну, они же не сами выпустили, там же было движение... Ну, продюсер был, конечно, да, там... Ну, про кремлевские молодежные движения участвовали в этом, это же не просто там фантазия людей, и, о, какой у нас там классный президент, ну, я вас все-таки уверяю, это конкретные люди, я могу там посмотреть фантазии после программы и вам сказать. Вы знаете, мне как раз интересно, как вот эти фантазии, о которых Алексей говорит, а это действительно фантазии, это вот образы из мира хатанического, я бы даже сказала, из мира нашего общего бессознательного... Нет, это из мира Путина, когда он начал фотографироваться голым по пояс, вот, и показывать, что он каратист, там, дзюдоист, и, в общем, что он является привлекательным мужчиной. Владимир Владимирович, да, это вы, это я, это действительно вы, действительно я. Путин, Путин, можно говорить? Говорите. Все, что я думаю, все, 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 все. Спасибо вам. Пожалуйста, вы прослушали краткое содержание передачи «Прямая линия с президентом». Вы смотрите и слушаете «Свобода в клубах. Путин. Стиль и образы. Как менялся медийный образ Владимира Путина за 20 лет его власти». Программа ведет Елена Фанайлова. Я, собственно говоря, вспоминаю еще и такого прекрасного человека по имени Сергея Полунина, известный балетный мастер, который работал себе в Кувенгардвине, а потом по определенным причинам дисциплинарного характера его оттуда вытурили. Он был вынужден приехать в Россию, выстраивать здесь карьеру. И вот он, значит, у нас известен тем, что он то герб России татуирует на себе, то потом его стирает, то потом трезубец украинский татуирует, а потом лицо Путина он у себя на груди, значит, выколол. И в роли Распутина, Распутин, на минуточку тоже, в шоу под названием «Распутин» он фигурировал в Лондоне, значит, вот в таком вот обличии. Вот как мы можем это прокомментировать? Это уж какая-то совсем бесстыдная спекуляция? Или в этом есть все-таки такой свой реальный заход настоящего сумасшедшего трипа с Путиным как таким светлым образом, не знаю чего? Знаете, да, вы хорошую фразу озвучили. Потребность иметь героя. И вот как раз, на мой взгляд, Путин эту потребность сознательно не удовлетворяет. Нашим людям запрещено слишком сильно любить президента, потому что иначе это некомформное поведение, увлекаться политикой, как слишком сильно ее поддерживать, действующую власть, так и ее сильно не поддерживать. Это вид какого-то поведения, который в обществе воспринимается как какой-то, ну, если не странный, то такой, ну, как бы нестандартный немножко. И как раз это то, что отличает его от французских, итальянских или иных примеров. У каждого политика есть, наверное, какая-то группа поддержки, может быть, социальная база, да, какие-то люди, которые его поддерживают. У Путина нет такой базы, по крайней мере, медийной. Его поддерживают все. Он хочет быть президентом всех. Если он будет опираться условно на тех, кто любит собак, то те, кто любит кошек, не будут его поддерживать. Я имею в виду, что он, желая быть президентом для всех, стирает все какие-то личностные или выделяющиеся черты, не позволяя им, по крайней мере, от себя доминировать в публичном пространстве. Мы там полагаем, что он любит, ну, например, молодых девушек, учитывая, что он развелся с женой, и интернет полон всяких рассказов про Алину Кабаеву или кто-то другой уже приходит на ее место, когда она становится, может быть, не столь юно. Но дело-то не в этом. Дело в том, что это все идет не от него. Он это не подтверждает. Он силы, которые находятся сверху и которые просто этого не замечают. И я считаю, что, в общем-то, если мы говорим о вот этом желании иметь героя, то Путин, безусловно, не удовлетворяет желание своего народа в том, чтобы это он был героем. Алло, Владимир Владимирович, добрый день. Я мать-одиночка, у меня двое маленьких сыновей. Что мне ждать от государства? Как минимум две повестки в армии. А мне кажется, что вот такой вот период его буря и натиска, вот этого расцвета и прям символизации, сгущения этого всего, был вокруг вот этого чувака с голым торсом. Вот когда, как сказал Марат, он был таким между, таким, может быть, новым Дэн Сяопином, каким-то таким, ну, прям харизматиком, который летает с журавлями, что там за амфорами, куда-то там в морскую ныряют. То есть ему приписываются, ну, то есть, видимо, его пиарщиками, людьми, которые эти сценарии писали, ему приписываются все доблести античного героя, который побеждает все стихии и, значит, вот в этом сказочном пространстве оказывается. Разве нет, Леша? У меня вот прям такое впечатление, что народ, который придумал ему все эти сказки, они там сознательно это делали. О, кто там у нас? Геракл, да? Чего он там? Ну-ка, кого он там победил? Или кто у нас там во всех стихиях существует? Каждый из этих случаев без исключения выглядел как абсолютно дебилизм. То есть это был просто какие-то утки. Это правда. Тут даже, в общем, мы и поспорим могу. Потому что в случае с нормальным каким-то политиком, да, даже какие-то вещи, которые с ним случаются странные или абсурдные, или он делает что-то странное и абсурдное, оно все равно воспринимается серьезно, и мы думаем, ну вот этот парень, он дебил, да, он воплощенное зло, но это было круто. Как недавно, там, не знаю, Трамп предлагал взрывать ядерные бомбы и эти торнадо, да, или он борется против витриных мельниц, или Болсонару недавно сказал, что население его страны надо испражняться в два раза меньше, и тогда у них экология поправится. Прекрасно. Вот, вот это замечательно. Путин никогда не сделал ничего такого. Это, опять-таки, какая-то абсолютно невозможность символизации. Вот. Недавно опять была какая-то утка, что какие-то казаки устроили его бюстик в виде римского императора. Вот. Но как они это сделали? Они это сделали из каких-то временных материалов. Где-то, в общем, в углу, там, чуть ли не сортили. Вот. И это выглядел как-то так глупо и, в общем, ничтожно, что, в общем, какая-то попытка символизации, может быть, была, но она, опять-таки, сразу, мгновенно провалилась. Это так же, как с иконой. Иконы либо работают, либо нет. Либо у тебя лицо превращается в икону, либо нет. Там не превратилось. То есть там было фотореалистичное изображение. Так. Понятно, чем иконы отличаются от фотореалистичного изображения. Я еще две вещи хотел сказать. Первое – это что самое вообще… Самый такой показатель, да, в частности, там было вот это такое произведение искусства, которое называется «Берлус Путин». Да? Просто в чем очень все заключается сходство, что при этом сравнении я постоянно вспоминаю Умберто Эка, который, ну, типа, выдающийся человек, рудит, там, знаток, который из всего чего угодно может выжать огромное количество культурных смыслов. Он, не знаю, у него там был эссе, где он Windows и DOS, и, не знаю, Linux сравнивал с протестантизмом, с православием, с католичеством и так далее. Все это делается замечательно-струмно. Но при этом он ненавидел «Берлускони». Вот, и как только речь заходила о «Берлускони», с него как будто вся эрудиция слетала. Он становился вот таким вот тупым телевизионным аналитиком, который говорил «вот, Берлускони шут», что «куда катится Италия» и так далее. Вот. И вот это какой-то яркий такой показатель, что когда образованному, выдающемуся человеку нечего сказать про политика, такого, что было бы интересно, и он сразу говорит «о, господи, давайте просто его не будем выбирать». Вот это показатель невозможности символизации. Вполне очевидно. Просто эти два человека очень симпатизируют друг другу. И Дарью Хо давно это заметил. И симпатия, она же просто так не просыпается. Такое подобное притягивает подобное. И, собственно говоря, между ними есть такая внешняя разница, что Берлускони такой улыбчивый, такой веселый персонаж, а наш такой немножко человек в футляре. Но, тем не менее, если анализировать их преступления, то они довольно схожи. Вот те преступления, которые, ну, о которых информирует и которые обыгрывает в двухглавой аномалии Дарью Хо, в принципе, аналогичны тем преступлениям, которые совершает Путин, и которые обыгрывают, соответственно, этот спектакль. Кроме того, там основной месседж Дарью Хо в этом спектакле, что как руководитель страны обращается со своей женой, точно так же он обращается и со страной. Вот. И, собственно, со своими женами они обошлись примерно одинаково. Мы делаем фантастическое предположение, ну, основываясь на идее Дарью Хо, что когда Путину вставили мозг Берлускони, поскольку Путин отрицательный персонаж и Берлускони отрицательный персонаж, и вот этот минус на минус дал плюс, то, собственно, самое смешное, что Путин оказывается положительным персонажем. Вот это смешно. Забавная мысль, которую Варвара озвучила, это то, что в народном сознании есть мысль, что как правитель обращается со своей женой, так же он обращается со страной. Это, в общем, корреспондирует, видимо, с дипломатическим этикетом. Это апостол Павел, это не фольклор. Ну-ка, прекрасно, прокомментируйте нам, Алексей. Нет, господи, он сказал, что... Он так считал, да? Ну, конечно, он говорит, что епископ должен быть женат, потому что если он не умел устраивать свою домашнюю церковь, не может устроить и большую церковь. И это вся вообще теория и практика христианской власти в Европе и в Западном мире в целом на этом основывалась, исходя из этого. Так, то есть, значит, извините, уже вот эти вот все пиаршки Путина, которые нам показывают его каратистом, супер-мачо с голым торсом и все такое, но при этом одиноким мужчиной. Конкретно, когда она начала обнажать торс, там просто была немножко другая мысль, которая, может быть, до сих пор очень сохраняется, что... каждая из вас, кто голосует за Путина, может оказаться его супругой. Это какая-то мифологена, опять-таки. То есть, он такой видный жених у нас, да? Одинокий мужчина. Про правителя, который ищет супругу, вот. И, в общем, та, которая ему поможет, условно говоря, там может занять это место. Это какая-то популярная сказка. Это волшебные русские сказки. Это какая-нибудь такая девушка-умелица, Мария-искусница, Василиса-премудрая, да? По крайней мере, в отчестве, да. Вот, и поэтому это место вакантное, и поэтому, в общем-то, вот так это должно быть. Потому что, по идее, женщины должны равняться на первую леди, да? Вот, и с какой-нибудь там Мишель Обамой это было очень очевидно, да, что она очень активная, она такая прекрасная, выступает за то-то, и даже когда Абамом перестал быть президентом, она по-прежнему осталась очень сильно на подъеме. Вот, собственно, как и он, да? А тут это место как бы вакантное, и поэтому, вот. Ну, вообще ситуация, конечно. Это другая повестка совершенно. Другая повестка, да. Это, с одной стороны, повестка подорожания, с другой стороны, это вот повестка, как это называется, карьерная лестница, вертикальной мобильности и все такое прочее. И все-таки открыто у предложения для невесты, если угодно, да, если угодно. У Путина, и последнее, то, что упомянуло, это было про его супругу, что он развелся, вот это его главная личностная аномалия, и можно сказать, это его главный вообще, в принципе, такой, не знаю, вызов вообще всему, чему только можно. Да, в первую очередь, международным приличием, во вторую очередь, какой-то такой, так сказать, мифологими власти, и в третьей его, так называемом, там, не знаю, православие, отношениям с РПЦ и так далее, что он действительно не женат. Он позволяет себе ездить на международные мероприятия без жены. У Трампа его жена отбирает руку постоянно. Он ее пытается схватить за руку грубо, она отбирает, говорит, ну, типа, все. Понятно, да, есть несколько смешных карточек, где она с другими мужчинами как-то то ли флиртует, то ли нет, он пытается ее схватить. Но при этом, при всем вот этом, давайте взорвем, давайте построим стену на границе с Мексикой, Трамп не позволяет себе, появляется без супруги. Вот, он обязательно ее привезет, потому что он следует приличиям. Это часть этикетов. Сиреза Мэй, господи, говорила, мой муж меня очень поддерживает, мой муж меня очень поддерживает. Видно было, что он там с ним появляется и так далее. Он везде ездит один, он там, не знаю, разведен. И, в общем-то, почему он не царь, почему он не император, да, потому что царь и император, у них есть супруга. Понятно. Вот, что все, в общем, сексуальные, династические и, в общем, брачные проблемы монарха, они находятся в ведении общества. Монарх может быть сколько угодно тираном, но если он тиран, что он делает? Он не обходится без супруги, он меняет супругу. Так же, как Генрих, да, который основал англичанскую церковь. Бесконечно, да, этот бесконечно. Либо Иван Грозный. Либо Иван Грозный. Он их меняет. У него есть ненасытный сексуальный аппетит, вот, с одной стороны. А с другой стороны, он все равно должен, не знаю, до какой супруги Генрих просил богословения Святого Престола? Ты четвертый, до третий? Да, кажется, до четвертого. А Иван Грозный? Не понимаю. Тоже, да, какой-то. Вот, тут этого вообще нет. Это очень странно, с учетом его декларируемого православия, он же начал появляться на всех богослужениях рождественских и пасхальных просто вот как часы, я бы сказала. Но при этом он стоит на последних вместе с Медведевым и Светланой. Да. С супругой Медведевым, да? Как ты взял Сергея Собянина с собой? Вижу знаменитые фотографии, где Медведев супруга, а Путин с Собянином. Да, и это вызвало уже определенные шутки даже со стороны наблюдателей. Да, вот что же ты такое? Кто ж твоя супруга там? Ну вот, как бы это все. Здесь надо иметь в виду, что вот то, что я сейчас говорил, это как бы такое, ну, мейнстрим. Это то, зачем наблюдали многие. Но были, конечно, и другие проекты. Это такой известный художник нацболский, браток, который, прежде чем постричься, у него была длиннющая шевелюра. Он использовал эту шевелюру как кисть. И у меня в галерее макал ее в красную, в ведро с красной краской, и на полу написал слово Путин. И ты знаешь, как-то он это сделал. В общем, я, конечно, был этому не рад, но два месяца мы не могли отмыть пол. То есть два месяца люди ходили, а получалось так, что чем больше смывали, тем больше было похоже, что это кровь пытались смыть с пола. Что вот это такой кровавый путь. Вот. Конечно же, есть очень много, есть наивные художники, которые, наоборот, прославляют его, но я бы вот, если бы сегодня есть у Врубеля и Тимофеева есть такая большая работа, называется «2004 год», вот, где два главных героя, это Путин и вот этот разведчик, который умер от Литвиненко. Вот. Мне кажется, это очень важно, что Путин остался вот этим ФСБшником. То есть он, вот это, поднявшись на такую огромную высоту, он все равно, значит, мыслит вот этими категориями ну вот этой спецслужбы. Вот Путин мыслит категориями спецслужб и мыслит категориями того, что вооруженные силы важнее всего, и он даже иконы недавно передавал, да, куда-то там. На его средстве якобы была сделана икона «Спаса Ренкотворного» для главного охрана вооруженных сил РФ, который сам по себе замечательный, но это плод вообще другого разговора, конечно. Понятно. Ну да, в конце концов, когда Путина спрашивали про его зарплату, если мы говорим про его средства, он говорит, ну что-то там куда-то приходит. Это человек, который хочет позиционировать себя не как тот, у кого есть зарплата и какое-то особое религиозное рвение. Это человек, который на внутреннем рынке, да, там каких-то запросов людей хочет представлять судьей, который сам ничего не предлагает, но вот выслушивает все точки зрения и принимает решения, которые соответствуют интересам страны. А на внешнем рынке, да, на внешней политической арене он предстает защитникам, которые отстаивают интересы. Кроме того, разумеется, как и всякому, может быть, человеку, который лишен возможности выражать себя в публичном пространстве из-за общественных интересов, как бы он их не понимал, он хочет, да, там иметь какое-то представительство, чтобы его там, может быть, немножко побаивали, чтобы говорили нет жены, потому что его женщина может быть Россия, как у Гитлера была женщина Германии, или все эти вещи про спецслужбы, что на самом деле он там какой-то страшный КГБшник, какой-то Берия, который там расстреливает людей чуть ли не лично, но на самом-то деле это довольно, я думаю, циничный человек, которого нету никаких иных, может быть, больших и ценных внутренних задач, кроме отстаивания личных капиталов, капиталов друзей. То есть это человек, который действительно уместно сравнивать с Берлускони, а не с кем-то другим. Не со Сталином. Явно не со Сталином, хотя я уверен, что ему это в глубине души приятно, конечно, большая историческая личность, как он это видит. Я тут обращу ваше внимание на то, что он всячески публично говорит о том, что сталинские репрессии это было плохо. Вот он поддерживал правозащитников, когда открывался памятник жертвам сталинских репрессий, он приезжал на его открытие. Как сами правозащитники отреагировали на открытие этого памятника? Давайте скажем честно, что там нет консенсуса по поводу этого памятника. Соглашусь, да. Соглашусь. Еще и человек Кооператива Озера. Вот есть такой мем и миф о нем в пространстве уже критики, не Апологетики его, а критики, что это хороший друг всех друзей из Кооператива Озера, чьи капиталы теперь он защищает, раздав им определенные должности, пои, там эти самые дороги получения преференции и так далее. Но этот образ Путина, я думаю, популярен все-таки у тех людей, которые сидят в интернете и смогли посмотреть фильм «Who is Mr. Putin?», где это расследование в общем, в таком масштабном, документальном виде представлено, и люди, которые, в общем, скорее поддерживают Навального, да, с его разоблачительными какими-то, значит, тенденциями. О чем шутят в анекдотах? Это тоже функция. То есть, одна из главных тем последних это тема несменяемости Путина. Эта тема в анекдотах весьма присутствует. Сменить его невозможно, поэтому это становится темой анекдота. Является ли это какой-то характеристикой? Нет, это только функция. Или, наоборот, его немножко снижают, там анекдот, почему Трамп не может встречаться с Путиным, потому что он не может встречаться с человеком, который занимается проблемой мусорных свалок, например. Здесь речь идет о том, что у нас вручное управление, и Путин участвует во всех решениях, которые вообще принимаются на территории России. Но это тоже речь идет о характеристике должности, а не характеристике личности. Сколько мы помним анекдотов про политических лидеров. Очень теплые были анекдоты про Хрущева. Они были смешные, они были веселые. Хрущев был какой-то очень узнаваемый, он был человек. Даже про Брежнева были такие анекдоты. Там Черненко и Андропов скорее были функционалами, но это было, потому что их правление было недолгим. Про Ельцина было масса анекдотов. Самое интересное, что их пародировали, делали из них такие масочные пародии. Путина пародировать, ну, пародисты это делают тоже, но кроме вот этой вот интонации, которую они ловят, опять же, за этой интонацией только физическую, психологическую такая узнаваемость, а не узнаваемость характера. И в анекдотах, ситуации в анекдотах, да, Путин едет на Жигулях со скоростью 200 км в час, а впереди едет асфальтоукладывающий каток со скоростью 250 км в час. Это тоже не про Путина. Значит, или там про то, что Путин держит в секрете свои передвижения, но мы узнаем по облицовке домов и по покраске и проложению асфальта. Можем просчитать его маршрут. Это тоже не про Путина. Это про нас, но не про Путина. Анекдоты про нас, про наши отношения, ну, как бы граждан там, а не про Путина. Он умудрился поставить вот эту железную стену. Даже когда есть там какие-то анекдоты про Кабаеву или там про его личную... нету. Там не возникает никакой темы, кроме сверхсекретности, закрытости, недоступности и так далее. Удивительным образом мы имеем некое пустое пространство, обнесенное определенным ритуальным постаколом. Вот что интересно. Мы не знаем, вот этот вопрос с Куисом мистера Путина, он так остался поиск. Ну, кто? Никто. Лукашенко жалуется Путин. Из-за налогового маневра России Беларусь потеряла 10 миллиардов долларов. А что ты волнуешься? Россияне и белорусы братья? Да. Так деньги остались в семье. Я хочу спросить у вас. Вот есть такое представление о сакральности власти. И в этих созданиях образа правителя это бессознатное представление о сакральности оно проявляется. является ли он для вас этот правитель вот такой фигурой чего-то священного и вот для людей, которые вас окружают? Или это уже полная ерунда и он то, с чего мы начали, вы сказали, что он вообще вне вашего значит вот поля информационного интереса? Я хочу сказать о том, что безусловно для меня и моего поколения Путин является просто неэффективным управленцем, а не человеком каким-то представителем какой-то сакральной власти. Это человек, который украл наше будущее и это человек, который является может быть для тех людей, которые окружают меня и мою семью, моих знакомых, моих друзей неизбежным злом. Я считаю, что этого зла можно избежать, а кто-то считает, что нет. И я думаю, что в целом население страны делится именно на эти две категории. Те, кто считает, что это неизбежное зло, те, кто считают, что можно что-то изменить к лучшему, те, кто готов к каким-то активным действиям. А можно у меня уточню еще вопрос? Вы говорите, он украл наше будущее. А как технически он это сделал? Вот чего именно вас он и ваших коллег лишил? Слушайте, самое главное, чего он лишил нас, это возможности, я думаю, в первую очередь, правильной самореализации, правильной, такой, какой хотим мы. Потому что те правила, по которым выстроена современная система власти, подразумевают, что ты можешь, конечно, ты можешь чего-то добиться, но тебе это будет в среднем намного сложнее. А вот каким-то людям, чьи семьи наворовали большое количество денег, те семьи, которые встроились, может быть, в какую-то новую кастовую систему, у них совершенно другие права, у них совершенно другие обязанности. Что будет с нашей страной через 10 лет? Все будет стабильно, мы заменим очередных крепких хозяйственников на молодых технократов, или как это будет называться, еще через 10 лет. И, в принципе, все останется так же, как есть, но так, как есть, это ведь неправильно и нехорошо. Каждый год, который теряла наша страна во время высоких цен на нефть, мог быть годом огромного экономического роста, когда у нас, я не знаю, люди жили лучше, мы бы добивались чего-то, а сейчас чего добивается наша страна в культурном плане, я не знаю, в плане развития технологий, что хорошего мы даем самим себе и миру, мы хотим давать что-то хорошее, но, к сожалению, при действующей системе власти это очень тяжело, если человек становится слишком заметным, создает какое-то собственное дело, к нему придут и попросят отдать это дело, если он занимается каким-то современным искусством, у него спросят, а вообще нет ли здесь чего-то запрещенного, или, например, вот этот случай в Екатеринбурге, когда Пакрас Лампас нарисовал большой рисунок, сразу же появились верующие, которые сказали, да, там форма креста, нет ли здесь в этом что-то, что оскорбляет нас, так или иначе, здесь дело не в людях, а в системе, которая выстроилась благодаря лично Владимиру Путину, и пока есть эта система, у нас нет будущего, и мы хотим поменять эту систему, сделать так, чтобы люди были хозяевами собственной жизни. Если смотреть на классическую какую-то эту классификацию типа в харизме, ну, лидерство по Пэберу, да, харизматическое, традиционное и практическое, собственно, вот та самая, бюрократическое, то в Путине, разумеется, нет вообще ничего харизматического, вот, какие-то эти харизматические черты, они, в общем, в форме, то же самое сакрализации, в форме икон, либо вот этого, там, римский император, это какие-то очень редкие сполохи, вообще 0-0-0-0-1%, вот, он исключительно практический авторитет, да, он авторитет, лидер, потому что он знает, как надо, он умеет сделать, да, харизматический тот, который является личностью пара экселанс, который, вот как Гитлер умеет идти и проповедовать, да. Но я бы все-таки сказала, давайте все-таки Черчилль это тоже вспомним, как все-таки харизматическую личность, который сказал, я не обещаю вам ничего, кроме крови, пота и слез, у него не было туз в руках, не было инструментов, но он вот смог сказать такую речь, и... Апостол Павел, вообще все, кто угодно, да, все вообще религиозные проповедники, в основном, это харизматики, да, поэтому, пожалуйста, в нем харизматического нет ничего, он не умеет говорить, он мямлет, вот, у него специфические интонации, которые вообще не похожи ни на какое вдохновение, да, никакой харизмы, абсолютно, сакрализации тоже никакой нет, потому что все идет, соответственно, исключительно через практику, через бюрократию, и как ты совершенно верно сказал, да, что это неэффективные управленницы, его воспринимают именно как управленцы и судят по этому критерию, эффективные либо неэффективные. Дальше уже вопрос, да, абсолютно никакой харизмы, абсолютно никакой сакрализации. Против Путина не выступают харизматики принципиально, вот, Навальный и вся его команда это опять-таки какие-то такие вот крючкотворы, которые будут искать, делать расследование очень долго про то, что он на самом деле неэффективный, вот, личные повязки, тут у них личные повязки и так далее. И в этом смысле это, конечно, мне кажется, просто тупик в том смысле, что так это не делает. Если возвращаться к Путину, что он не живой, в отличие от Навального, я не знаю, в отличие от некоторых наших, даже других, может быть, системных политиков, в отличие от зарубежных политиков, Трамп может нравиться или не нравиться, но он живой, настоящий человек, можно не любить его за его позицию, за его высказывания, за те какие-то вещи, которые он говорит, но он живой, настоящий и, в общем-то, в этом смысле предсказуемый. Что завтра сделает Путин, присоединит или отрежет какую-то часть нашей страны, мы не знаем. Мы можем только предполагать и постоянно в СМИ есть спекуляции на этот счет, которые поднимаются. Я тоже не живой. Просто все это время, собственно, мы говорили о том, что Путин невозможно определить, о господи, он ускользает от определения, он такая функция и так далее. Но если он ускользает от определения, надо смотреть вот в общем. Если, допустим, он бог, который ускользает от определения, надо смотреть на то, кто дьявол. Я бы сказала, знаете, что смерть Немцова поставила точку в этом возможном диалоге, потому что Немцов был тем харизматичным лидером, который наращивал обороты поддержки и в символическом смысле это могла бы быть большая политическая и даже метафизическая драка. Но вот гибель Немцова, мне кажется, поставила точку в этом метафизическом сюжете. Проблема медийного образа политика существует с момента возникновения новейших технологий, имеется в виду кинематограф, тиражная графика и прочие средства распространения светлого образа властителей в народе. Я совершенно уверена, что существуют люди, которые сознательно конструируют образ Владимира Путина. Насколько успешно они это делают наши сегодняшние спикеры, в общем, сильно сомневаются в этом. Тем не менее, образ Путина существует и, вероятно, будем мы судить и наши потомки будут судить о нем какое-то время спустя, как мы судим о Гитлере или Ленине по хроникам, которые нам остались. Вы смотрели и слушали «Свободу» в клубах проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Путин, стиль и образы, как менялся медийный образ Владимира Путина за 20 лет его власти. В разговоре участвовали Алексей Зыгмант, религиовед, историк религии, Олег Степанов, социальный антрополог, координатор штаба Алексея Навального. В записи были Марат Гельман, галерист и политтехнолог, критик Алена Солнцева, Варвара Фаер, режиссер и актриса Театра ДОК, постановщик пьесы «Бергус Путин». Программа вела Елена Фанайлова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова